Картина является одним из наиболее обобщающих по мысли произведений Верещагина, вошедших в его балканскую серию, навеянную впечатлениями русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Художник изобразил победный смотру русских войск после важного для исхода всей кампании разгрома турецкой армии у деревни Шейнова. Широкое, заснеженное поле битвы замыкается суровыми, величавыми горами. Там русские солдаты героически обороняли Шипкинский перевал. Вдоль далеко растянувшегося строя ликующих воинов-победителей стремительно несется кавалькада саппингов во главе с генералом Скобелевым, благодарившим войска. Сцена смотра выделена не только колористически, но и своей динамикой. Вспоминая виденное, Верещагин, участник смотра, писал. Скобелев вдруг дал шпоры лошади и понесся так, что мы едва могли поспевать за ним. Высоко поднявшись над головой фуражку, он закричал солдатам своим звонким голосом. «Именем Отечества!» «Именем государя!» «Спасибо, братцы!» Слезы были у него на глазах. Трудно передать восторг солдат. Все шапки полетели вверх. И опять, и опять. Все выше и выше. Ура, 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 без конца. Я написал потом эту картину. Изображенный в ней сразу за Скобелевым в свите человек в белой румынской шубе Верещагин. Картина создавалась художником в открытой полемике с ненавистной ему военной бравадой традиционной батальной живописи, части официального искусства. В отличие от сцены смотра, остальная часть картины статична. Там царит холод смерти. Застыли в разных позах погибшие русские солдаты. Целыми грудами лежат у своих укреплений, захваченных атаковавшими турки. Ощущение холода и недвижности усиливают одоленные, заиндевевшие деревья дубовой рощи за укреплениями. Прославляя доблесть победителей, Верещагин резко и прямо повествует о том, какой дорогой ценой она досталась. Победа и жестокая цена победы в их наглядном сопоставлении. Такова главная идея, которую воплотил здесь художник, и которой он руководствовался также при создании и других работ балканского цикла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok